Привет! Сегодня рисуем стекло. По-хорошему нужно было начать с него, потому что это самое простое, что можно нарисовать. Но как-то к случаю не пришлось для меня до сегодняшнего дня. Фотографам, наверное, дольше правильнее сфотографировать стеклянный предмет, чистенько, чтобы он не отражал ничего лишнего, чем иллюстратору нарисовать его. Это действительно 15 минут вашего времени. Пойдем скорее рисовать. Как и в любом другом случае, начинаю с построения формы. Все симметричные предметы легко рисовать от половинки. Строим половинку, потом дублируем, зеркалим. И вот у меня уже получился бокальчик. Пускай этот нижний базовый слой сыграет роль толщины. Остальные по порядку. Зеленый слой содержимое бокала и серый прозрачные его части. Найдите самые подходящие реперенсы в интернете и нагло с них срисовывайте все светотени. Они, честное слово, не обидятся, если форма предмета будет другая. Так, теперь подробности. Немного сглаживаю границы прозрачных частей размытием в движении. Намечаю цвета, толщинки, внутренние отражения в ножке бокала. Все это в новом слое, конечно. Там, где нужно, отглаживаю пальчиком. Это чистое подглядывание. Честное слово, я не представляю себе, как эти внутренние, внутристекольные переходы можно просчитать и простроить. Кто-то, наверное, умеет. Ну и еще детали. Падающая тень. Красивый такой блячок. Содержимое бокала тоже я нарисовала за камерой. И финальные аккорды. Я смягчила тень в толщинах, сделав стекло таким образом немного тоньше. Бокал стал легким, таким же, как и его содержимое. Плюс добавила полупрозрачное отражение, а то уж больно стерильно как-то это все у меня получалось. Ну вот и все. Как и обещала, получилось супер быстро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова